15 июня 2016 года депутаты Мажелиса одобрили в двух чтениях законопроект о приостановлении действия некоторых норм земельного кодекса. Основанием для этого стал указ президента Казахстана. Земельная реформа 2015 года зародила в обществе недовольство, поэтому в этом году было принято решение о создании комиссии по земельной реформе. Разъяснять работу и принятые решения комиссии выехали члены партии Нур-Отан Казыгурского района. Сегодня мы разъясняем жителям района решение комиссии по земельной реформе. Хотим успокоить людей. Правительство не допустит, чтобы иностранцы скупали землю в Казахстане. Также нельзя будет скупать государственные земли сельхозназначения. По решению комиссии президенту Республики Казахстан было предложено продлить мораторий по земельному кодексу на 5 лет, то есть до 31 декабря 2021 года, а также решено не выдавать юридическим лицам земли, предназначенные под пастбище. Кроме этого, сельскохозяйственные земли будут по-прежнему выдаваться в аренду сроком на 49 лет, и только казахстанцам. Также будет усилен контроль за целевым использованием сельскохозяйственных земель. В Южно-Казахстанской области все земли используются по назначению. Только наша компания в этом году засеяла пшеницей 3000 гектаров. Еще на 2000 гектаров мы выращиваем сафлор. На сегодняшний день в Казыгурском районе свободной земли практически нет. Площадь земель сельхозназначения почти 275 тысяч гектаров. На них занимаются садоводством, откормом скота, выращиванием различных овощных культур. 97 компаний, 116 производственных кооперативов и 3338 крестьянских хозяйств.